Добрый воскресный день, дорогие любители спорта, дорогие поклонники вольной борьбы. Сегодня у нас третий заключительный день международных соревнований по вольной борьбе в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Сегодня состоятся финальные поединки среди девушек и юниоров у микрофона Александр Посельский и мой коллега Степан Посельский. Добрый день, Степан. Добрый день, Александр. Конечно, с легкой ноткой грусти мы встречаем этот день, потому что завершается действительно наш турнир и он действительно стал таким событием настоящим и в мире вольной борьбы и, конечно же, в жизни нашей республики. Я уверен, что многие любители вольной борьбы смотрели за соревнованиями, следили, болели за наших спортсменов, тем более, что сегодня у нас тоже, я надеюсь, будет повод порадоваться за наших борцов. Два юноши, два юниора у нас будут бороться за золотые медали, также две девушки будут бороться в финале. Вчера по итогам первых финалов у команды Якутии две золотые медали, их принесли до Александра Копылова в категории до 50 килограммов и Владимир Баяновский в категории до 74 килограммов среди юниоров. Также две серебряные медали, Лев Павлов весит до 57 килограммов, к сожалению, уступил в финале бурятскому мастеру, молодому борцу Баиру Баяндуеву. А Александра Копылова победила свою землячку из намского улуса Надежду Куличкину. Да, очень неплохие результаты показали наши молодые спортсмены, порадовали любителей вольной борьбы, подарили им надежду на то, что у нас и будущем будут зажигаться звезды вольной, мировой, вольной борьбы. Это действительно так, потому что действительно конкуренция на этих соревнованиях очень высокая. 12 зарубежных стран и 27 регионов России. Начинаются у нас бронзовые финалы среди девушек на двух коврах. Будут проходить поединки. 53 килограммов, да, мы сейчас посмотрим. Такая международная встреча. Спортсменки из Узбекистана и Азербайджана будут бороться за бронзовые медали. Дельшота Матназарова на наших экранах. Вот она выходит в белом трико. И ее соперница Асмара Джанкарторан. Джанкарторан, да. Вчера, кстати, ну, я бы сказал, сборная команда Азербайджана привезла очень такой хороший состав по юниоркам. Рузанна Мамадова, которого я первенствовала в категории до 55 килограммов. Она, оказывается, является чемпионкой мира и Европы среди юниорок. Есть его 17 лет. И, как вчера признала спортсменка, она мечтает попасть уже на следующие Олимпийские игры в Токио. Нет, Париж. В Париж, извиняюсь. В 24-м году, уже в следующем году состоятся эти Олимпийские игры. И вот одна из участниц нашего турнира уже готовится принять в них участие. Но, по крайней мере, она нацелена на то, чтобы попасть на Олимпийские игры. Давайте мы посмотрим за схваткой в весовой категории до 53 килограммов. Борьба за бронзу. Дельсада Матназарова, Узбекистан в красном трико. И ее соперница Ксенин Асмар Джанкарторан, Азербайджан. Так, ну, в этом весе в финале встретятся две представительницы команды России. Диана Антропова и Амеди Язаджиева, да. Девушки показывают на протяжении всех трех дней очень такие зрелищные схватки. Много неожиданных концовок, да, бывает. И мы надеемся, что и в финалах мы увидим подобное зрелище. Ну, пожалуй, да. Одной из лучших, да, схваток, не схваток, а вообще одной из лучших спортсменов, наверное, от турнира, можно считать нашу Александру Капулулу, которая завершила все четыре встречи. Она провела четыре схватки и во всех одержала победу с явным преимуществом. Где-то на душе, причем боролась очень разнообразно. Бросок на четыре балла мы только что видели в исполнении спортсменки из Узбекистана. И вырывается вперед Матназарова. 4-0 ведет. Ну, тоже борцовские страны, борцовские державы. Азербайджан, Узбекистан с хорошими борцовскими традициями. Поэтому, ну, в праве ждать такой классной борьбы с хорошим уровнем подготовки спортсменки. Ну, и, конечно, мы ожидаем сегодня очень ярких финалов у юниоров. Весовая категория до 61 килограмма. Вот наш молодой парень Артем Слепцов будет бороться с иранцем. И в весовой категории до 79 килограммов, наверное, одно из открытий нашего турнира. Роман Николаев. Да, Роман Николаев тоже будет бороться. Приятно удивил. Ну, наверное, если честно, да, честно признаться, мало кто на него, да, возлагал надежды. Ну, он показал очень содержательные схватки, выиграл достаточно уверенно всех своих соперников и вышел в финал. Ну, соперник, конечно, у него будет тоже непростой еще один иранец. Вообще, четыре веса у юниоров и во всех будут представлены борцы именно из Ирана. Накануне, да, иранцы завоевали две золотые медали, две бронзовые медали. Посмотрим. Повтор. В ярких моментах. В честь зеркбальный бросок. Да, жестко захват она взяла. Ну, да, потихоньку, наверное, трибуны наполняются ведителями борьбы. Да, кстати, вчера, да, несмотря на то, что мы очень поздно закончили, 21, даже больше, да, 21-15, где-то так завершили все схватки. И центральные трибуны у нас были заполнены. Все болели и переживали за спортсменов. Атакуют. Да, и это четыре балла. Безусловно, 4-4 сгравнивает. Захват она еще, еще один захват не отпустила и сумела вырваться из этой сложной паутины. И 4-4, да. Ну, спортсменки любезно обменялись, да, четверобальными бросками. Жан Курторан показывает волю к победе и уже на первой минуте сравнивает счет. В другой паре бронзовых финалов на ковре С идет тоже интересная борьба. Там встречаются две россиянки, Татьяна Рязанова и Екатерина Каркушина. Полторы минуты идет, да, борьба с завязкой. Ну, после этой встречи состоится финал на центральном ковре. Еще раз напоминаем, Диана Антропова и Амиде Язиджиева. Тоже две россиянки. Сегодня в целом, да, во всех весовых категориях среди девушек все спортсменки из России, да. Ну, из разных регионов, да, это тоже интересно. Очень много регионов представлены и в женской борьбе. И в том числе, как мы сказали, где наши девушки будут бороться за... Да, и концовочка, а будет на захват. Выигрывает сейчас спортсменка из Азербайджана, поэтому спортсменке в красном надо активизироваться. Она выходит за ковер, заступает за ковер, да, и один балл еще у Джан Курторан. Но это ничего не меняет, ей надо взять один балл, и, в общем-то, все может поменяться. Но очень здорово сейчас защищается ее соперница и выигрывает со счетом 5-4. Да, и бронзовая медаль в этой весовой категории уедет в Азербайджан, да. Да, волевая победа, красивая схватка получилась. Ну, и на этом же ковре мы ждем золотой финал в этой весовой категории. Поздравляем. Мы же обязательно посмотрим бросок, который исполнила, да, вот спортсменка из Азербайджана. Лампочка, любыми приемами нашего Германа Устинова. Смотрим. Со стойки. Очень красиво было, да. Вот. На противоходе поймала, да? Последние секунды. Но здесь уже не засчитан был. Да, время завершилось. Выигрывает в любом случае спортсменка из Азербайджана. Да, на параллельном ковре, тоже в этой весовой категории, бронзовая медаль досталась Екатериной Карпушкиной. Так, ну и на центральный ковер приглашаются участницы финала Диана Антропова и Амедей Язаджиева. Да, как пройдет этот поединок здесь, девушки. Чуть... Ну, есть преимущества в росте Антропова Дианы, Амедей Язаджиева. Чуть мощнее, наверное. Да, как сейчас пройдет поединок. Армитер, Сергей Семенов, боковой судьбе. Всего более 80, да, у нас было участниц? Да, 83 участницы. Восьми стран. Красивый проход сейчас попыталась сделать Антропова, защищается из Екатерина, грамотно вытягивает ноги и тоже не дает повод усомниться в своем мастерстве. Ну, сейчас арбитр, наверное, должен будет вмешаться, показать кому-то предупреждение, да, как раз поднимает арбитр. Кстати, арбитр на ковре Сергей Семенов. Мастер спорта по вольной борьбе, по борьбе Хапсагаи, да, абсолютный чемпион действующей республики по якутской борьбе. Один из самых, наверное, зрелищных борцов, да, тоже борцовый иногда, ну, показывал он очень хорошие схватки тоже, ну, в национальной именно борьбе. Да, ну, много якутских арбитров, да, судей здесь проходят настоящее обучение прямо на ковре, да. Все-таки соревнования международного статуса получают опыт. Ну, и судейский корпус, да, можно отметить, что идет на омоложение, да? В основном мы видим, что много молодых специалистов. Ну, да, здесь тоже, конечно, очень важно проводить такую планомерную работу. Так, и Дианя Антроповой включает секундомер в 30 секунд за более пассивное действие. Да, язычиевая мощнее, да? Да, она сейчас, может быть, чуть активнее выглядит, но на самом деле все очень такое равно, да, схватка пока идет. Даже атаки, кроме вот попытки прохода в ноги, мы не видели, и завязки такой тоже интересной пока нет, чтобы можно было провести бросок. Первый балл из Иджеевой, но это пока ни о чем не говорит, потому что если продолжится в этом же ключе поединок, то во втором периоде арбитры могут наградить уже ее соперницу Антропову. Принуждением, да? Да, принуждением, и балл, если не сможет взять Иджеева. 30 секунд. Отлично, да? На контратаке поймала Иджеева счет уже. 3-0. Защищается. Да, спокойно защищается, да? Очень. Да, очень важные баллы она взяла, да, Иджеева в концовке первого периода. Это тоже признак мастерства, когда чувствует приближение времени, чувствует соперницу и последнюю атаку как раз вот на последних секундах, чтобы уже потом отдохнуть и с новыми силами выйти на финальный отрезок поединка. Отлично уронила соперницу и 2 балла записала. Ну что, тренеры наверняка подсказали, как атаковать, попробовать какие-то приемы провести. Вот, сразу же, да, попытка броска в ноги издалека, но неподготовленный опять же прием. Отжидал, вернее, этот бросок из Иджеева. Спокойно контролирует. Ну, время еще есть. Еще попытка прохода в этот раз удачнее, но опять же вытягивается Иджеева, да? Не дает ей провести уже полноценный прием. Ну, проходы, да, хорошие. Ближе была она сейчас к успеху, совсем чуть-чуть не хватило. Если она будет нагнетать сейчас, то вполне может успешно пролистить. Да, что и следовало доказать, сейчас секундомер включают уже где-то Иджеевой. Да, хороший перевод. И за спину выходит Антропова. Вот ушла в глухую засчету из Иджеевой зря. И 2-3 уже. И сейчас 30 секунд они все еще засчитываются. И счет уже будет 3-3, но уже в пользу Антропова. Перевод в стиле Зоурбека Седакова. И сейчас будет счет уже 3-3. 3-3 впереди уже Антропова. Ну и нас ждет хорошая концовка золотого финала в этой веселой категории. 3-3 ничего пока еще непонятно. Времени еще много, полторы минуты целых. И сейчас из Иджеевой все надо начинать сначала. Но уже в статусе проигрывающей. Да. Но... Она может, да, использовать свою мощь. И снова пытается сейчас она за спину, да, выскочить. И все-таки выйдет, нет, нет. Да, держит хорошо ногу ее соперница. Если сейчас не сможет она вырвать ногу, то не получится. Поднимает арбитр. Ровно 1 минута остается. Ну и за Иджеевой мне, как-то, надо использовать свои, да, преимущества физики. Может вытолкнуть за коллега. Сейчас у меня хороший захват. Остается времени все меньше и меньше. Да, она пытается найти захват для броска скорее, да. Но ее соперница, как мы сказали, гораздо выше ее. И вот с этой позиции бросить очень сложно. Тем более там провести какой-то другой прием. Вескарь, да, за спину руководит Антропова. Великолепно исполнила этот прием. И время уже поджимает. Ну, 13 секунд для Иджеевой, чтобы забрать. Чтобы выиграть 2 балла. Время-то идет. Последние секунды. И что? Нет, нет, нет. Контролирует. И волевая победа Диана Антроповой. Мы, конечно же, ее поздравляем. Эмоции у девушек, конечно, очень яркие. Хороший финал, согласитесь, Александр, да. Мы видели содержательный, с хорошими такими несколькими поворотами сюжета, скажем так, да. То одна выходит, то другая. Ну, и волевая красивая победа в исполнении Дианы Антроповой. Ну, схватка досудная финала. Сегодня день рождения олимпийского чемпиона, трехградного чемпиона мира по вольной борьбе. Да, моменты, яркие моменты финала. И сейчас нам объявляют о том, что сейчас пройдет церемония награждения, ну, вернее, даже чествования, да. Церемония чествования нашего олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, чемпиона Европы Павла Павловича Пенигина в связи с его 70-летием. У него юбилей именно сегодня, что примечательно, да, вот так совпало, что финальный день в памяти его старшего брата, олимпийца, первого чемпиона, также и у него юбилей 70 лет. Да, Степан, не скажешь, да, что Павел Павловича 70 лет? Ну, нет, далеко не. Выглядит очень бодро, вкупается, стапно, походка чемпионская, да. Ну, и посмотрим, да, сейчас на чествование нашего великого борца. Да, мы тоже поаплодируем Павлу Павловичу. Субтитры предоставлены Министром по физической культуре и спорту, пресс-порту Закархутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Субтитры предоставлены Министром по физической культуре и спорту, пресс-порту Закархутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Субтитры предоставлены Министром по физической культуре и спорту, пресс-порту Закархутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Субтитры предоставлены Министром по физической культуре и спорту, пресс-порту Закархутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Субтитры предоставлены Министром по физической культуре и спорту, пресс-порту Закархутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Субтитры предоставлены Министром по физической культуре и спорту, пресс-порту Закархутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Субтитры предоставлены Министром по физической культуре и спорту, пресс-порту Закархутия Леониду Николаевичу Спиридонову Николаевичу Спиридонову. Ответное слово предоставляется олимпийскому чемпиону, президенту Олимпийского совета Республики Саха-Якутия, народному депутату Республики Саха-Якутия Павлу Павловичу Пенигину. Ответы Аниме, Павловичу Павловичу, оборону Барды Рауларын. Саға секірінен стеттуған сағы юбилеи албата елбаттер дейдір, мен ону тұтығабын. Бұл егі, өлтутарға, Әдбек, үстер ақстарысынмен әттіріп тұрстарып айтарап еттіріп. Ол күдік биғе, ойда тұрвай бөт, Ирман Мухаэж Димитрэв, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Лариса Михайлова, Россия ДимаTorzok Дорогие любители спорта, поклонники вольной борьбы и женской борьбы. Сегодня у нас заключительный день финальных поединков международных соревнований памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Сегодня мы посмотрим финальные схватки. Самые главные схватки трех дней наших соревнований. Ну и накануне, как мы сказали, наши борцы тоже порадовались своими выступлениями в финальных поединках у сборной республики Саха-Якутия. Две золотые медали. Александра Копылова в весовой категории до 50 кг стала чемпионкой и стал чемпионом Владимир Баяновский в весовой категории до 74 кг. Поздравляем еще раз ребят. Серебряные медали у Надежды Куличкиной, тоже в категории 50 кг среди девушек. И серебряная медаль, которую мы хотели бы, конечно, чтобы она была золотой у Льва Павлова. Да, Алена Мациевская и Лариса Михайлова, это весовая категория до 57 кг, начинают схватку за бронзовую медаль. Белорусская спортсменка сразу забежала за спину. Два балла, но сейчас... Да. Интересное положение. Хочет еще перевернуть соперницу Мациевская. Ищет захват. Да, удается, переворачивает. 4-0 уже счет встречи. И продолжает работу в партере, как мы видим, да? Мациевская. Очень много девушек прилетели в Якутск, именно из Белоруссии. Много медалей у них на счету. Накануне у них также и среди юниоров есть золотая медаль, которая, конечно, очень нас впечатлил. Богатырь из Белоруссии. Владислав Козлов, да? Да. Ну, а среди девушек вчера тоже первое место заняла спортсменка из Белоруссии. Владислава Кудзин. Еще два балла, да. Всего, как мы сказали, среди девушек пределы участие 83 спортсменки из 8 стран. Да. Уже такая достаточно широкая география участниц, несмотря на то, что впервые, да, в программу международного турнира в памяти Романа Михайловича Дмитриева проходит и женская борьба. Уверенное лидерство захватило Мацьевская и пока не дает повода усомниться в этом, да, в своем лидерстве. И да, в финале этой весовой категории до 57 килограммов будет бороться якутянка Евгения Городникова. Да. Две девушки у нас сегодня будут бороться за золотые медали. Это Евгения Городникова в этой весовой категории, да, и ее соперницей будет Карина Богатырева. Также Россия. Ну и еще одна наша воспитанница якутской школы вольной борьбы Лилиана Рожина. Встретился с Олесей Безугловой. Это весовая категория до 68 килограммов. Среди юниоров также у нас два золотых финала. Артем Слепцов весовая категория до 61 килограмма. И наш Роман, да, Николаев, весовая категория до 79 килограммов. Оба они встретятся с представителями одной из сильнейших команд нашего турнира в сборной Ирана. Ну, команда Ирана вообще стала, да. Они очень сильно украсили турнир нынешний. Но они всегда приезжают, да. Что на Коркинские турниры, что на Дмитриевские турниры. Но в этот раз они именно первые номера привезли. Прошли они отбор. Победители первенц и даже чемпионатов, призеры чемпионата, взрослого чемпионата Ирана у нас гостят. И они действительно очень высоко поставили планку у мастерства. И сегодня они среди юниоров во всех четырех весовых категориях присутствуют в финалах. И это будет мега интересно. Просто по-другому, наверное, не сказать. В схватках с россиянами они также будут бороться за золотые медали. В том числе два наших якутских борца. Тем временем у нас счет 6-2. А два балла спортсменка из России отыграла все-таки. Лариса Михайлова. Да, сейчас мы ждем, конечно, более активных действий от Михайловой. То, что она попыталась сейчас делать, зашагивая, да. И пытается выйти за спину своей соперницы, но контролирует ситуацию Мациевская. И даже сама пытается сейчас провести... Да, это два балла. И, возможно, даже... Да, пытается она перевернуть на лопатку своей соперницы. Но в такой ситуации, наверное, это будет сложно сделать. Сейчас арбитр... Да, но в любом случае это очень опасно. Атакующая позиция у белорусской спортсменки. И 8-2 она по-прежнему лидирует. 6 баллов. Вышла за спину. Один балл, наверное, здесь добавят или нет? Свисток, да? 8-2. Вторая минута второго периода. И ждем, что покажет Лариса Михайлова. Да, на ковре С в этой же весовой категории в параллельном бронзовом финале встречаются спортсменки из Кыргызстана и Монголии. Там идет равная борьба. 2-2 счет. А у нас преимущество в 6 баллов у Мациевской. Да, и Михайлова Лариса, да, сейчас хотела рискнуть, но в итоге... Отдает еще 2 балла, да? 10-2, если она сейчас перевернет. Спортсменка из Беларуси. Не получается в партере. Но последняя минута всего лишь 60 секунд у Ларисы Михайловой, чтобы попробовать выиграть, может быть, досрочно, да? Только Суше, наверное, может спасти в этой ситуации. Слишком большой разрыв баллов. Да, ближе сейчас снова Мациевского, чтобы выиграть досрочно. Пытается вырвать ногу. Все-таки, да, Михайлова 2 балла зарабатывает из этой ситуации. 3-4-2, но времени уже совсем мало. 30 секунд остается. И времени, и сил, мне кажется, да? Бросок, наверное, нужен. Ну, идет вперед. 5 секунд, и контролирует встречу. Мациевская спокойно и понимает, что она становится обладательницей бронзовой медали нашего международного турнира. Поздравляем спортсменку, ее тренеров и, конечно, сборную команду Беларуси с этим успехом. И так, сейчас нас ждет финальный матч схватка. Карина Богатырева и Евгения Огородникова. Это Евгения Огородникова. Это наша спортсменка, представляющая Республику Саха, Якутия. Тренер ее Ким Акимович Колодежников. Ну, Огородникова и Карина Богатырева являются призерами первенства России прошлого года. Да, если Богатырева заняла второе место, то у Огородниковой было третье место. В Наро-Фоминске проходил турнир. Арбитр из Монголии. Видим, да, женщина-арбитр. Девушка, скажем, да? И интересно сейчас, сможет ли наша спортсменка завоевать золотую медаль. Очень большая на ней ответственность. Первая она начинает из якутских борцов третий день. И уже в статусе финалиста нашего турнира. Ну, спокойной выглядит она. Да, ну, женская борьба. После турнира Романа Дмитриева. Мы надеемся, что она получит второе дыхание, да? Может, третье даже? Я бы сказал, третье, да? Первое дыхание было, ну, в конце 2000-х годов, когда вот нашей Екатерина Мельникова блистала, Анастасия Табаева, Шавлинская. Вот, это первые ласточки от тренера Николая Николаевича Рожина. А потом, да, небольшое затишье было. И вот начинают уже появляться потихонечку. Да, в этом году на самом таком представительном турнире, да, на турнире Ивана Ирыгина у наших девушек тоже две медали, две бронзовые награды престижного турнира. Поэтому будем надеяться, что и будут и Далианы, они нас радовать. Напомню, что вот эти медали завоевали Севиль Назарова и Александра Карамзина. Да, могла бороться, боролась за третье место и Саша Копылова, да, была близка к медали. Да, мы были близки к тому, чтобы завоевать 30 медалей в женской борьбе. Да, Гродникова попыталась пройти ноги, но ее... Так, Арина Богатырева, под стать фамилией, очень мощная тоже спортсменка, да. Не зря, наверное, такую фамилию ее предки когда-то получили, конечно, да, Богатырева. Это подавливает, да, Евгения. Да, заполняется все большее у нас трибуны, больше болельщиков. Это финальные поединки. Сегодня воскресный день. Попытка прохода в ноги. Сейчас в более выгодном положении находится Огородникова. И попытается сейчас забирать за спину. Да, контролирует этот захват ее соперница, но, да, времени не хватило. Развития атаки не было, поэтому свисток. Но в любом случае активнее Евгения Огородникова с первого, да, минуты. И вот показывает ей арбитр, что можно уже наказывать ее соперницу за пассивное ведение схватки. Можно, наверное, засчитывать было сейчас и Терковки. Ну, естественно, опасно было тоже. Да, но это было после свистка, потому что сейчас спортсменке, да, Богатыревой будет дано предупреждение и 30 секунд. Призывая, выгодительница, не согласен, но теперь у тебя, не десятки килограммов. Прошла, оттуда, на построение, для облепленного дата, на дождении. Опер! Так, и сейчас счет встанет 0-1, пользуясь якутянки. Попытка прохода сейчас, но Боготарева вовремя увернулась, убирает ноги. Сейчас важно прочитать мысль и так соперницы. Таки. Завершается у нас почти. Да, и девушки не стали сильнее сейчас, да? Хотя на последний, да, вот как раз. Да, не хватило времени. Попытка была хорошая от Евгения Гродникова. Тоже вот о чем мы говорили, да, на последних секундах она завершающую атаку провела, что тоже хорошо, если бы получилось, да? Николай Николаевич Роджин и Ким Ким Иванович Колодежников. Тренеры, большие фанаты своего дела. Николай Николаевич Роджин работал в Нерингри, да, тоже воспитанниц своих. Из Южной Якутии, да, больших тоже высот довел. И Целантай медаль, и Роджинского турнира, который, в общем-то, считается одним, возможно, наверное, самым престижным в женской именно борьбе, да? Потому что там всегда собирается сильнейший состав. Помним мы, что там многократные олимпийские чемпионки выступали, я помню, Каорий Ичо, да? Да, да. То есть Япония, Монголия, сильнейший состав. Участник всегда бывает в Красноярске. В общем, да. Это такой своеобразный чемпионат даже мира, можно сказать, малый. Так, ну, сейчас Евгении Огородниковой надо не сдавать свои позиции, атаковать. Ну, да, видим, что начинает. Уже включили секундомер на 30 баллов. Надо... Да, провалилась сейчас Богатырева, 2 балла зарабатывает сейчас Евгения Огородникова. Наша спортсменка 3-0 ведет. Очень хороший напор она показала, да? Да, усыпила обидительность, я бы сказал. Нашла момент, да. Очень мастерски она пока ведет этот поединок. Грамотно, это видно. Конечно, работа тренерская. И наверняка и на сборах она работала хорошо, да? Готовились к этому турниру целенаправленно. Это, конечно, большая работа именно наставников, тренеров. Это молодые совсем еще спортсменки. Конечно, у них нет такого большого опыта выступлений на взрослых чемпионатах и так далее. Но уже видно, что спортсменка она достаточно уже готовая, хорошая. С хорошим уровнем мастерства, пониманием борьбы, тактическим пониманием поединка, да? И минута 30 остается. 3-0 пока ведет хорошо. Огородникова бал, да, по-моему? Так, за что? Ну, по-моему, за пальцы, да, по-моему. Один раз она предупреждала. А, да, именно за пальцы. Но хотя вот и боковой, и руководитель ковра не согласны решениям арбитра. Да, ну, рефери тоже мы видим, что же молодая, совсем что спортсменка. Ну, это, да, все-таки тревожный звоночек. Конечно, да, надо быть осторожнее. Вот здесь тоже хорошая была возможность Евгения Огородникова. Бают один балл. На ногах стояла наша спортсменка. Да, подает руку своей сопернице. Очень тактично ведет себя. Да, вот так. Да, захват пытается взять на переговор. Руки. Ну, ее соперница понимает, что времени совсем мало остается. И достаточно солидный уже отрыв Огородникова. 4-0 ведет. И последняя минута. Наверняка сейчас многие земляки Евгением болеют. Очень волнительные последние секунды сейчас. Еще одна золотая медаль. Уже маячит, можно сказать, но не будем, конечно. Забегать вперед для борьбы. 4 балла это не так много. Это один бросок, да? Амплитудный красивый бросок. 4-5 баллов нужно дать. Вот пытается она взять. Почаянно, да. Вот подружки. Вчера, наверное, серебряный призер стоит. Хорошо контролирует. Можно сейчас за спину даже забежать. Но, да. Забегает за спину Огородникова. Еще можно два балла взять. Поработать в этой позиции. Ну, понимает, что выигрывает. 4-0. И поздравляем. Екатеринка, Евгения Огородникова. Да, и тренером, конечно, да. С двумя золотыми медалями. Одной серебряной на нашем турнире. И еще у нас запасная схватка. Еще один финал. Ильяна Рожина скоро выйдет на ковер. В золотом финале она выступит. Да, вторую золотую медаль в женской борьбе приносит сборной команде Республики Саха-Якутия Евгения Огородникова. Блестящая схватка. Очень грамотно. В первую очередь, да. Ну, и, конечно, поздравляем всех. И болельщиц тоже. Надежда Куличная, кстати, там настояла, болела. Веря Томахарова, да. Девушки, подружки. Ты же занимаешься больной борьбой, женской борьбой. Да, и церемония награждения, да, я так понимаю, сейчас будет. В весовой категории до 53 килограммов. Третье место завоевали Джан Куртаран Асмар Азербайджан, кандидат в мастера спорта. Итак, весовая категория до 53 килограммов. Бронзовые медали Алена Мацьевская. Беларусь и Екатерина Карпушкина, Россия. Серебро у Амиды Язуджиевой и чемпионка Диана Антропова. Второе место завоевала Амиды Язуджиева, сборная Российской Федерации, кандидат в мастера спорта. Динежные сертификаты призером и чемпионке. Также награждается и личный тренер-победительница. Перед вами Диана Антропова, сборная России и пояс чемпионки. За воспитание награждается тренер-победительницы Минислам Саппаров. Поздравляем всех медалистов нашего турнира. И у нас начнутся следующие финалы сейчас. Гимн Российской Федерации в честь победительницы нашего турнира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Памятное общее фотографирование призеров и победительницы. Широкая география, как мы видим, да, спорта из России, Азербайджана, Беларуси. Гимн Российской Федерации Финальные поединки продолжаются. На Кабре-Пе приглашаются борцы физической категории до 62 килограммов среди девушек. Борьба за третье место ведут Ольга Яценко, Алина Борисова, Кавер-Бел. Итак, следующая весовая категория, это весовая категория до 62 килограммов девушки Ольга Яценко и Алина Борисова. Обе представляют сборную России на наших соревнованиях. Ольга Яценко, Алина Борисова за бронзовую награду в этой весовой категории. Сегодня во всех финалах будут российские участницы, и значит мы услышим, да, сколько, уже еще четыре раза гимн нашей страны. Перед нами это Ольга Яценко, ну а соперница Алина Борисова вот выходит на ковер. Воронеж и Красноярский край, как мы видим, да? Да, ну Красноярская школа борьбы, она женская борьба, в том числе она тоже передовая в стране. Да, посмотрим, как Алина Борисова себя покажет сейчас в этом малом финале. И Воронеж, наверное, тоже в женской борьбе есть свои традиции, да? Но поддавливает Борисова, активнее начинает тоже поединок. Пока без активных действий, разведка. Разведка с дистанции, как работает Борисова, ищет возможности для атаки, завязывает руки сопернице. Попытается, наверное, сейчас, ну либо вытолкнуть, либо продергивает. Дергивает, пытается выйти на атакующие позиции и предупреждает арбитр ее соперницу. И оценка активнее бороться призывает. Ну пока, а что, те схватки, которые мы смотрели, они были достаточно зрелищными, яркими, с хорошими концовками, да? Да, будем надеяться, что и эта схватка тоже подарит много эмоций. 1-0 уже в пользу Борисовой. За счет предупреждения ее соперница получает на этот балл. Больше времени проводят они в такой позиционной борьбе, пытаются найти ключи и больше, конечно, атакует Борисова Алина. Да, но это не финал, это борьба за бронзовую медаль. В финале здесь встретятся в этой категории Лидия Соловьева и Киш Кулак-Ргыз, спортсменки из Республики Тыва. Кстати, Лидия Соловьева является чемпионкой России среди женщин прошлого года. Вот, всего она, видишь, юниорка, но является чемпионкой России. Да, и выступает на нашем турнире. Да, у нас спортсмены до 21 года, напомним, выступают. Юниорский возраст. Так, мы уже говорили, что даже уже нацелены некоторые наши участницы на Олимпийские игры следующего года, так что это не удивляет. Даже чемпионка страны у нас в Каврии. Центр спортивной подготовки «Триумф». Ольга Яценко и Алина Борисова. Чемпионат России, нет, первенство России до 21 года среди девушек состоится в конце апреля, в 20-х числах, тоже почти параллельно с первенством России, который пройдет до Тикутска через месяц. Да, в середине апреля нас ждет еще один большой борцовский форум первенства России, все сильнейшие регионы Республики Кавказа, с Кавказа, да, сильнейшие школы Сибири, Дальнего Востока, да, со всей страны, в общем, молодые борцы, будущие звезды российской борьбы приедут. В прошлом году первенство состоялось в Дагестане, да, в Каспийске. У нас две медали было в составе, да, на этом турнире Лев Павлов серебряный медалист, а Станислав Сильнобоев стал двукратным чемпионом, да, первенство. И надеемся, что в этом году наши парни тоже покажут себя во всей красе. Для них вот этот наш турнир Армана Михайловича Дмитриева станет таким подготовкой генеральной репетиции к первенству страны. В прошлом году как раз в Каспийске, кстати, было 400, по-моему, участников было. То есть можете себе представить, как это будет масштабно, это будет действительно очень большой праздник борьбы, сильнейшие юниоры России, а значит, можно сказать, и мира, потому что, да, Россия по праву считается, ну, наряду с США, наверное, Ираном, да, сильнейшей борцовской державой. Степан, тем временем нас ждет интересная концовочка. Счет 1-1 уже. Да, и оценка уже вырывается вперед 2-1. Еще один балл зарабатывает. И последняя минута этой схватки пройдет. Последняя минута. Счет, скажем, такой футбольный, да? 2-1 счет. Да. Самый популярный счет, да, счет в футболе, как принято. 30 секунд остается до окончания. А бывает и в волейбольничество, да? Да. На среду на побольной борьбе, да. 21-15. Ну, что-то будет где-то вроде, да. Поднимает спортсменку Алина Борисова свою соперницу. Пытается сейчас пройти за спину. Хотя бы вытолкнуть за ковер. Здорово защищается и оценка. В последние секунды. И что? Нет. Даже накрывается. Здесь, наверное, 2 балла еще дополнительные даются. Ольга Яцинка. Ну и девушки за бронзовую медаль боролись отчаянно. В итоге. Спортсменка из Воронежа увозит бронзовую награду нашего турнира. Это, напомню, еще раз весовая категория до 62 килограммов. И нас ждет сейчас финал на центральном ковре. Люда Соловьева и Киш-Кыла Кыргыз. Обе спортсменки показали действительно блестящую борьбу в предварительных схватках. И будем наблюдать сейчас золотой финал. Будет интересно, как вот Александр сказал, да. Одна из них уже действующая чемпионка страны в своей весовой категории. Независимо от возраста, да. Это не юниорский турнир, а уже взрослый чемпионат по женской борьбе. Да. Это Лидия Соловьева. Посмотрим сейчас финал. Ну, после этого у нас остается еще две весовые категории. Среди девушек 68 и 76 килограммов. Лидия Соловьева с таким выражением лица. Вот смотри, насколько серьезно собрана девушка. У нее непростая соперница, наверняка. Ну, хотя, не знаю, выступала ли ее соперница на чемпионате. Может, нет еще, во взрослом турнире еще не участвовала. Но готова хорошо. Кишкула Кыргыз. Вообще, из ТВ тоже много было участниц, да. И некоторые из них, по-моему, уже были в медалях. И, несмотря на то, что вот Соловьева выступает фаворитом, думаю, что нас ждет конкурентная схватка. Ну, в ТВ тоже борьба, это, наверное, спорт номер один, да. Тоже борцовская республика. Национальная борьба у них. Очень мощная. Боксеры есть хорошие. Какие боксеры есть? В общем, да. В единоборствах, да. Такие почетили. О, кстати, Соловьева все-таки опровергает мои мысли. И первые два балла очень так, даже легко, можно сказать, взяла. Работает в партере. Невозмутимо, Кыргыз. Очень спокойно. Акцион, Кыргыз. Активнее призывает бороться спортсмен по всеним Трико. Рефери. А в следующей весовой категории нас также ждет финал с участием спортсменки из сборной Якутии Лилианы Рожиной. Так что, готовимся, запасаемся эмоциями, да. Да, Рожина вчера провела две схватки победные. В одной из них одержала волевую победу. Так что, еще два балла. И забрала руку, может, сейчас перевернуть, да? Да. Соловьева. Люда. Отпустила все-таки. Даже ответную атаку не... А, четыре балла, наверное, или что? Четыре балла. Да. Ну да. Кыргыз. Спортсменка из ТВ. Да. Амфиф, да? Хороший получился. Такой красивый бросок получился у Кыргыз. Все-таки будет у нас интрига в этой встрече. Вперед вырвается спортсменка из ТВ. Да, ну я бы сказал тебе, да, Тувин, конечно, школы борьбы. Они из таких положений, да, в борце. Да. Что на Чин Кулар, что на Чин Монгуш, многие-многие, да, вот. Как называют в борьбе, такая чувствительная, да, спортсменка. Очень хороший бросок провела, находясь вот у линии практически, да? Сейчас посмотрим... Да, я бы сказал, да, даже, что это что-то из области, да, борьбы, хораж, да? Да, да, очень похоже было, действительно, на национальную борьбу. Сейчас вот он. Посмотрим, да, красивый бросок. Ну, безусловно, на 4 балла. Прочувствовала, да, по-моему, поймала на движении, на контрдвижении соперницу. И хороший бросок, оцененный на 4 балла. Так что все начинается заново и для чемпионки нашей страны. 4-4. Радует нас, девушки, такой красивый бой-бой. И снова у кромки ковра находится спортсменка в сенеем. Один балл дает все-таки. Но рефери поднимает палец. Иногда по разному трактует, да, вот такие эпизоды. Да, бывает, что арбитры не дают. Ну, там тоже зависит от ситуации. Того, как именно вышел за ковер спортсменка. Я думаю, прочувствовала, что Крюшка может бросить. Да, и уже вот именно ищет захваты. Зацепы броски там. Ну, а Лидия Соловьева уже так настороженно идет на захват и сближение. Да, она уже не так активно сближается. Ну, хотя нет. Вот. Тоже здесь может поймать свой шанс Крюшка. Полторы минуты. Чемпионка страны дважды бросила на 4 балла. И чистые 8 баллов зарабатывает. Невозмучимая девушка 8-5 ведет. Да, она вот действительно бросковая. Это чисто тувинская борьба. Это национальная борьба. Пуреш, которая воспитывает именно поймать на движении, сделать такой амплитудный красивый бросок. Вроде бы схватка начиналась так, да? Лидия Соловьева по два раза выиграла такие дежурные свои баллы. Я подумал, что даже дело идет к досрочной победе. Ну, в любом случае убедительной. Но Кишкула Каргыс. Да. Дарит нам многие эмоции. Кишкула. И еще один балл. Ну, здесь, наверное, один балл дается. Да, один балл, конечно, она вытолкнула. 8-4. Работа поправляет, даже успевает. Прическу вообще не возмутирует. Ну, такой макияж, да? Интересный у спортсменки. 9-5 в 4 балла ведет. И сейчас уже Соловьевой надо, ну, как минимум 4, надо бросок искать. И может сама, наверное, попасться. И много сил, видимо, отдала, да? Пытается за ковер вытолкнуть. Получается это у нее, но времени совсем мало. Понимает, это ее соперница, что один балл можно отдать. Почему нет? При том, что даже если будет равенство по очкам, выигрывает все равно Киргыш, потому что у нее 2 4-бальных броска, то есть это качество. А тут счет у нас 7-9, потому что это за уход со сковра дается преднамеренность. А, это был уход, они так посчитали, да. Уход 1 балла 2 балла дают. Ну, пошла на риск Лидия Соловьева, и, к сожалению, это для нее не увенчалось успехом. Ну, пока сегодня это лучший финал, безусловно, да. Два броска на 4 балла, при том, что она не была фавориткой этой встречи. Кишка Ла Киргыш, поздравляем спортсменку. Да, и достаточно спокойно восприняла она эту. Абсолютно спокойно, невозмутимая абсолютно девушка. Только глаза немного, да, выдали в концовке, что ее радость, ну, даже не улыбается так, да, открыто. Ну, смотрим повтор, бросок, вот, последний бросок вот во втором периоде, который она совершила. Да, вот эта вот. Вот 4 балла чистые. И даже вот могла здесь ее в опасное положение поставить. Отличный финал. Поблагодарим девушек за вот такое яркое выступление. И нас ждет очередная церемония награждения. На этот раз лицевой категории до 207, да. Кемодрама. Киргызстан, кандидат мастера спорта. Киргызстан, кандидат мастера спорта. Карина Богатырева, серебряный призер. И наша Евгения Огородникова, чемпионка Республика Саха-Якутия. Поздравляем нашу спортсменку. Очень скромная девушка. Очень красивый финальный поединок. Поздравляем тренеров. Всю нашу сборную по женской борьбе. И услышим мы в очередной раз сборную. Гимн сборной нашей команды, сборной России. Звучит гимн. 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 Тренер нашей команды. Две золотые медали в женской борьбе на нашем турнире у сборной Республики Саха-Якутия. Александра Копылова и Евгения Огородникова. И в следующей весовой категории мы увидим еще один финал с участием нашей спортсменки Лильяны Рожиной. Пока же мы ждем бронзовый финал на центральном ковре, ковре Б. Весовая категория до 68 килограммов Шаршаваева, КРУ, Кыргызстан и еще одна спортсменка из этой страны Гульнура Таштанбекова. Две спортсменки из солнечного Кыргызстана. Ждем спортсменок. Видим, что центральная трибуна полностью уже заполнена и другие секторы тоже заполняются. Если у вас есть желание посмотреть юниорские схватки, можете успеть, но я думаю, в центр спортивной подготовки «Триумф». Я думаю, что еще у нас ждет много схваток. Четыре весовые категории у юниоров будут еще. Сначала бронзовые финалы на двух коврах, а на центральном ковре уже борьба за золотую медаль. А пока бронзовый финал весовой категории до 68 килограммов среди девушек. Две девушки из одной команды в борьбе за бронзу. Таштанбекова первый балл. Ну, конечно, очень хорошо друг друга знают эти девушки с одной команды, одна сборная команда. Так что посмотрим, кто из них лучше. Я вот только что был на награждении, да, и взяли интервью у Евгении Огородниковой. Она оказывается родом из Атампонского луса. Землячка Виктора Лебедева. И она отметила, что успехи и его тетлова на земляка Виктора Лебедева окрыляют на победы. И оказывается, Евгения взяла реванш у соперницы сейчас. За соперницей России поражение. Да, интересно. Смотрите, да, какие у нас здесь схватки проходят. И чемпионка России среди взрослых проиграла, да. И реванш для нашей Евгении Огородниковой за поражение на первенстве страны. Очень много действительно конкурентных схваток, интересных, задержательных. А здесь пока 2-0 идет Таштанбекова. Ну и в финале в этой весовой категории после данной встречи мы увидим выступление еще одной воспитанницы Якутской школы борьбы Лилияны Рожиной. Это будет до категории до 68 килограммов. Как раз вот наша Лилияна прошла вот этих соперниц, представителей сборной команды Кыргызстана. Ну не сказать, что в очень высоком темпе проходит эта схватка. Первый период подходит к концу. При счете пользуется Таштанбековой 2-0. Ты красиво сейчас Таштанбекова на 4 балла и сама отдает. Хотя нет, да. А время, да, стекло, к сожалению, для Таштанбековой, да, спортсменкой в синем крико. Бросок был красивый. Если будет возможность посмотреть повтор. Ну хотя уже время, наверное, да. Подходит 5 секунд, всего остается до второго периода. Вот он, повтор этот бросок. Ну да, там же на табло, видимо, время закончилось. Продолжение следует... Еще раз, она в такую же попытку и на этот раз успешно. 4 балла, да? Да, и опасное положение. На туше пытается поймать свою соперницу. Хотя здесь наоборот уже... Что ж такое, да? Убежала. Да. Это обоюдное сейчас острое положение. Сначала одна попыталась на туше положить соперницу, а уже потом ей пришлось спасаться. Из такого же положения. 6-2. Пользуя спортсменки. Синем трико. Обе спортсменки из Кыргызстана. Две минуты еще бороться. Да, ну фамилия Таштанбекова знакома масс-рестлером. Есть такой лидер в тяжелой весовой категории Азак Таштанбеков, который занимал призовые места в чемпионатах Азии, в чемпионатах мира. Соперничал с нашими якутскими Маджины. Да, очень много сильных спортсменов именно в этом виде спорта. В Кыргызстане у них тоже похожий вид спорта национальный есть. Но он подзабыт был, конечно. Каяк Тартыш назвать. Да, Каяк Тартыш. Не получил такого развития, как у нас, да, Масресли. И снова в опасном положении. По-моему, это уже туши. Да, все. Чистая победа спортсменки в синем трико. Трико Гульнары Таштанбековой, с чем мы ее и поздравляем. Гронзовая медаль. Повтор опасных моментов. Вот здесь она, чуть сама не ушла. И не упустила победу. А вот это уже победная. Победный полный. И да, сейчас на ковер уже приглашаются участницы финальной схватки. Лилия Нарожина в красном трико во всей своей красе. И Олеся Безуглова, тоже представительница России. Город Санкт-Петербург. Победитель категории сегодня весовой категории 62 килограмма. Поздно пройти на построение, я правда, да, подограждение. Да, ну что отрадно. Якутские спортсменки, да, успешно выступают. Не только в таких легчайших весовых категориях, да, но и в таком солидном весе среди девушек, как 68 килограммов. Лилияна выступала также на международном турнире в Красноярске этого года. Ивана Ерыгина, правда, не столь успешно. Ну, будем считать, что она там получила хороший урок, опыт, который пригодится, надеемся, и сегодня. Первое устное предупреждение дается спортсменке в синем трико. За второй пассив дается 30 секунд сопернику. И да, сейчас включится секундомер Алисе Безугловой. Что такое? Да, ну, требуется помощь доктора для Алисе. Да, медики. Ссадина у нее, да. Терпит. Да, борьба, говорят, что это мужской вид спорта, но это отчасти, да, потому что девушки тоже очень показывают красивую борьбу, и, безусловно, они украшают соревнования. Я не всегда согласен, когда многие говорят, что почему девушки борются, выходят на ковер. На самом деле, это очень интересный и красивый вид спорта для девушек. Да, кстати, вот на фоне мы видим, да, нашу чемпионку Александру, да? Да, в розовых штанах. Стой, не стой, не стой! Станишка, да. Станишка, да. Александра Кополова, триумфатор вчерашнего дня. Ну и финалистку мы тоже да, вот видим, да, слева, слева рядом с тренером, наверное, да? Одежда Куличкина. Ух ты, какой напор! Да! И первый балл, еще один балл, вернее, 2-0. Она вышла вперед. Лилияна Рожина, ее соперница, еще раз скажем, из Санкт-Петербурга, северной столицы страны. До начала турнира тренеры нашей сборной, ну, в особенности, Ким Кимович Полодецников, да, я с ним разговаривал, но он волновался, да, за результат, потому что вот впервые проходит турнир, и надо, как бы, чтобы, ну, первый блин не вышел комом, надо достойно себя показать перед своими трибунами, болельщиками, ну, и, мне кажется, план минимум уже выполнен, да? Ну, мне кажется, даже перевыполнен, потому что уже две золотые медали, и, как минимум, ну, не будем здесь ничего говорить, да, потому что схватка еще идет, счет рабочий. Ну, пока уверенно себя чувствует Лилияна Рожина. Да, хорошая готовность у наших девушек, и вот, соглашусь, что Александра, возможно, одна из вообще лучших участниц, да, нашего турнира. Она такая бескомпромиссная девушка, очень большой и богатый арсенал у нее приемов, которые она никогда не стесняется применить, да, она не уходит иногда даже чересчур, да, она такой зрелищный борец. Очень много атакует, очень много атакующих действий, много баллов, иногда сама дает, конечно, но такая открытая борьба у нее. Красиво. Но здесь на турнире вот Александра Коплова буквально, да, всех соперниц вынесло, можно сказать, с крупными счетами. итак, второй вперед. Да, и три минуты еще бороться Биллиане Роджины. И надо уходить, наверное, здесь тоже в защиту, надо свою борьбу навязывать сопернице. Кстати, да, я сегодня утром прочитал новость о том, что в чемпионате России среди женщин выступит олимпийская чемпионка Наталья Воробьева, которая решила, да, вернуться на большой ковер, возобновить, да, спортивную карьеру. Да, в нескольких пабликах я увидел эту информацию. Кстати, у нее есть спортивная школа именно в Санкт-Петербурге, наверняка, это ее, одна из ее воспитанниц, да. Ну, по крайней мере, школа ее имени, видим, уже два балла отыграла Безуглова, и счет уже два-два Лилиана Рожина надо будет сейчас подкорректировать. Повторную атаку она очень хорошо до конца довела. Вроде бы первая волна атаки была достойно встречена Лилианой, но повторная атака принесла успех. Ей счет уже два-два в пользу Олеси Безугловой. Ну, вчера Лилиана Рожина тоже в таких положениях, ситуациях находилась, она проигрывала свои схватки. Ну, во всяком случае одну схватку уже проигрывала, но в конечном итоге победила. Здесь тоже можно забежать за спину, но хотя вот руку. Вот да, руку пытается освободить наша спортсменка, пока это у нее не получается, пытается зайти за спину, может сейчас чуть не выступила за ковер, но в такой ситуации баллы ей не дадут, да, потому что она вытолкнула уже сидящую в партере соперницу. Энергозатратные действия сейчас были со стороны обеих спортсменов. Полторы минуты, время еще есть, конечно, надо напирать, не идти ни в коем случае назад, не отдать все силы, это финал, золотой финал. И очень хорошо начала этот поединок Лилияна Розина, в этом заключая она может и завершить. Тоже есть возможность сейчас... правда, тоже, да, рука на контроле держит. Олеся, здесь можно дать лампочку, не знаю. Очень мощная, да, Лилияна Розина, в общем, пытается, ее попытки не безосновательны, пытается вырвать, но здесь надо поднимать, конечно, время идет, и время играет на пользу Олеся, да, безугловой. Настрой, конечно, у Лилияны очень серьезный, она жаждет золота, продышаться хорошенько и продолжить. Будет, я думаю, что еще атака обязательна в исполнении Лилияны. надо подготовить, не надо слишком спешить, понимать, сколько остается времени, продумать свою атаку. Все трибуны, безусловно, сейчас болеют за нашу спортсменку и что-то здесь... За ковер пытается вытолкнуть. Да! По-моему, первой, да, руку спасается. Спортсменка в синем, по-моему. Нет, хотя вот боковой арбитр показывает. синюю табличку с номером один. Да, сейчас должны посовещаться с руководителем ковра рефери. 28 секунд. И боковой арбитр тоже подходит к совещанию. Да, но если сейчас челлендж не будет брошен, то, в принципе, могут оставить. В принципе, еще есть, да, на самом деле, полминутки там. Еще одну атаку. Отсмотрим. И да, судя по реакциям болельщиков, один балл отдали Лильяне Рожиной. Смотрим здесь, да, заступа не было, да. Да, и рукой, да, за ковер ушла. А теперь Алиса Безуглова. 20 с лишним секунд, это еще очень много на самом деле. И да, здесь надо брать, не получается взять балл, но 15 секунд остается еще это тоже достаточно время, чтобы совершить одну атаку. Контролирует пока Лильяна Рожина. 10 секунд. Проворачивается Безуглова. Не надо уходить, да. Большая концовка и балл. Лильяна Рожина. И какие эмоции. Да, настоящая героиня. Радуется девушке Надежда Куличкина, да. Какой финал, да, драматичный и действительно очень интересный. И героиня нашего дня тоже еще одна наша золотая медаль. Очередная золотая медаль, надо сказать, да? И Лильяна Рожина сейчас, да, поблагоделила арбитра, подала ей руку. Не всегда, да, спортсмены так поступают. Вот, смотрим повтор. здесь вот как раз безуглого сравнивают счет 2-2 и уже сейчас наша спортсменка проигрывает. Вот это, вот эта атака и принесла, наверное, да, можно сказать. Вот, не было заступа, это чистая, чистый балл нашей спортсменки Лильяны Рожиной. Прочувствовала хорошо она вот этот момент, сумела выжать максимум из этой ситуации. Ну, и это уже концовка, когда еще два балла. забирает Лильяна. И эмоции, да. Настрой, конечно, был у нее очень такой мощный. Настрой на победу, воля к победе, характер, настоящий борцовский. поздравляем Лильяну еще раз. Нажмем руку всем тренерам. И церемония награждения уже весовой категории до 62 килограммов, да. Ну, финалы девушек сегодня вообще огонь. Да, действительно, действительно, все поединки очень интересны. Вот, как раз одна из героинь, мне кажется, да, вообще сегодняшнего дня, Кышкула Кыргыз. Наверное, мы это имя запомним, будем следить за ее выступлениями на других турнирах, тем более, что имя такое запоминающееся, неординарное. Ну, Степан, я бы сказал, мы будем следить за всеми триумфаторами турнира, нынешнего турнира. Примерила на себе чемпионский пояс. Да, спортсменка из ТВ. Еще одна медаль в команде Сибирского, Сибирской республики, республики ТВ. Ну, самое главное, да, она очень красивую борьбу, она показала, два, четырех раз броска, четыре балла против еще чемпионки, действующей чемпионки России. Это дорогого стоит, конечно. Да, ну, невозмутимый взгляд, да, Кишкула и гимн России будет звучать. Гимн Гимн Субтитры создавал DimaTorzok Памятное фотографирование На этом церемонии награждение победителей и призеров в весовой категории до 62 килограммов завершается На Каврия Б борьба за третье место в весовой категории до 76 килограммов Приглашаются Мария Силина Кристина Федосова Please welcome on a mat B Maria Силина Кристина Федосова В весовой категории до 76 В весовой категории до 76 Субтитры создавал DimaTorzok Итак, у нас уже следующая весовая категория до 76 килограммов Мария Силина и Кристина Федосова Две россиянки в борьбе за бронзовую награду в этой весовой категории Это последняя весовая категория именно в женской борьбе Затем у нас уже начнутся поединки юниоров Градус у нас только будет повышаться Напряжение будет только расти Как мы уже говорили Четыре финалиста из команды Ирана будут противостоять нашим спортсменам Дополнительная интрига, да? Конечно, там будет и борьба за такой неофициальный командный зачет Потому что пока ведет Россия, ну в юниорской борьбе именно, не считая женскую Три золотые медали у сборной России и две золотые медали у Ирана У сборной Беларуси еще одна золотая медаль Если вот считать именно по качеству Пять медалей, комплектов медалей уже разыграно Ну 76 килограммов это же серый вес, да, сегодня? Мария Силина и Кристина Федосова Борьба Ну это формально за третье место, я понимаю, да? Потому что здесь соперниц было мало, система круговая Но ведет пока спортсменка В красном трико Да Мария Силина Третий круг, весовая категория до 76 килограммов Ну в любом случае это борьба за медали Кстати, мы забыли сегодня поздравить нашего бронзового финалиста Бронзового медалиста нашего турнира Весит до 125 килограммов Михаила Нестерова, да? Да, Михаил Нестеров И досрочная победа Марии Силиной Обедила Мария Силина Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому